В этот информационный котел с завтрашнего дня мы закинем еще двух человек. У нашей программы появилась долгожданная третья пара ведущих. Завтра утром их первый рабочий день. Сегодня мы пригласили их в гости. Итак, встречайте. Это Андрей Сапегин и Татьяна Докучаева. Здравствуйте! Ну что, друзья, мы приготовили на вас досье, чтобы зрители получше вас узнали. Прямо сейчас мы про вас все расскажем. Начнем с Татьяны. Да, давай. Итак, поехали. Татьяна Докучаева. Вас профиль, Танечка, давай. 24 года, обладательница титулов различных конкурсов красоты. Работала в зарубежных модельных агентствах, участвовала на показах известных кутюрье «Лицо марки Плейбой». Снялась в рекламе вместе с голливудской актрисой Кейт Бланш замужем. Ведущий обязательно передаст привет родителям. Ты заметил, что на слове «не замужем» я специально так «кхэ» сделала, чтобы никто не услышал. А красота какая была. Ну что, теперь очередь Андрея. Итак, Андрей, фас-профиль помощь, да, как у нас, конечно. Что тебя получше все разглядеть, чтобы завтра узнать все. Я готов. Итак, Андрей Сапегин, 25 лет. Несколько лет вел утренний шоу на одной из тюменских радиостанций. Исполняет рэп, пишет музыку и тексты песен, увлекается фотографией. Любит вкусно поесть, но не любит готовить. Симпатизирует неленивым людям. Холост не брит вежлив. Ну орденоносцы практически пришли к нам. Ну как, вы волнуетесь? Как вам здесь? Как ощущения? Мне очень комфортно. Ну просто, естественно, дрожь у меня есть, но мне комфортно. Вот сейчас, когда я вышла за камеру, мне все хорошо. Андрей, а ты? Я на самом деле дико волнуюсь, потому что там рэп читать это одно. А еще вчера мы с Татьяной сидели и хохотали на тему, что она там, ее лицо, значит, плейбой и так далее. И тут рядом с ней скромный студентик-режиссер, знаете. Но я думаю, у нас все получится. Мы очень надеемся на это. Таня, скажи, Таня, а вот ты готова вставать в 4 утра? Вставать я готова, потому что для меня это не проблема. Я могу и 2 часа поспать, я могу вообще не спать. А ты же пробовала вставать в 4 утра? Да. И как самочувствие? А потом еще работать до вечера для того, чтобы собрать следующую программу? Ну, я думаю, что с завтрашнего дня это у меня будет получаться отлично. Пока я не знаю, как это будет, но я думаю, что мы люди, мы все это можем. Хорошо. Андрей, ведь наверняка ты до сегодняшнего дня вел совсем другой образ жизни. Ты скорее ночной человек. Ну, вообще да. У тебя-то получится вставать? Я очень надеюсь, но я думаю, что да, потому что как раз вот тот самый опыт, когда я работал на радиостанции еще, я тоже работал с утра и так же вставал в 5, и поэтому я думаю, что, ну, не привыкать, как говорится. Почему вы решили стать ведущей? Да, Таня, вот тебе что, славы мало? Я хочу вашей славы. Я хочу семейной славы. Нет, нет, нет. Ну, хорошо, Таня, если вот так на то пошло, давай с тобой подумаем. Вот я тебе приготовила очень короткий текст, всего лишь с шести слов. Мы проверим, да, твою, ну что, я не знаю, твой посыл. Нет, тихо, это в скобочках было. Вот камера тебе, давай, какую мы определимся, камера твоя будет, вот, допустим, четвертая, вот, вон там, видишь? Вот, пожалуйста, да, пусть сама, да, вот, прочитай вот этот текст, глядя вот туда с хорошим посылом. Давай, Тань. Так, ну все, я почти готова. Давай. Начался новый день, и ты включишь телевизор, и там мы. Танечка, сразу две ошибки. Во-первых, начался новый день, и ты включишь телевизор, да, это корябое ударение, самой не нравится, но это правило русского языка. Таня, я тебе даю участие. Спасибо, 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 спасибо. Ну ладно, я сейчас еще быстренько, вот Таню, ну, сейчас не сказала, добью. Да, бью, да, бью, но бью, так сказать. Вот смотри, есть такое, так, давайте будем разрушать стереотипы. Я сама из актерской среды, про них говорят, что они все пьют. Я могу сказать, что это неправда, друзья, это неправда. Итак, про моделей, говорят, что они все глупые, и они все богатые. Расскажи нам. Что ты об этом думаешь? Я абсолютно не богатая. И никто не богатый. Девчонки просто трудоспособные, много работают. А они не богатые. Ну, конечно, есть исключения, не глупые. Также есть у каждой высшее образование. И то, что касается России и других странах, это очень редкостно, если есть высшее образование. Поэтому нет, это все какие-то стереотипы. Ну что, брат, пришло твое время показать свои таланты, да? Ты, говорят, мультиинструменталист-музыкант. Так. Так. У нас есть маленький рояль в кустах. Попробуй. Попробуй. Я не умею, если честно, я думал, тут младше. Понимаешь, вот у тебя ситуация. Понимаешь, на эфире можно все, что угодно. А ведь слухи говорят о том, что ты можешь все. Давай. Вот. Или вот так, например. И следующая зона, и... Следующая зона. Здрасте. Ну ты у тебя какой, Соня? Я? Да. Хорошо. В общем, надо уметь закручиваться. Спасибо. Знаете об этом? Да, хорошо. Как вы считаете, что вообще самое сложное в работе телеведущих? Ну, самое сложное? А мне кажется, нет ничего сложного. Все зависит от человека всегда. Все стараться только, и все, и все получится. Да. Ну, так-то, ну, в принципе, так. А давай, может быть, сейчас какую-то ситуацию смоделируем. Что может произойти на эфире? Может, кто-то не прийти? Может, что может еще произойти? Да, не пришел гость. Предположим, должен был прийти, ну, я не знаю, известный, великий музыкант, да? Да. Прийти в студию, но музыканта нет, и нужно что-то объяснить, как ты это объяснишь. Где гость? Ну, берем оператора и делаем из него супер-музыканта гостя. Отлично, кого берете из наших? Ну, берем Константина, мне кажется, он волосат и очень похож на пропусканта. Попош на Ирюла Гутенко. Ну, кстати, да. Жаль, что сейчас его не видят наши телезрители. Да, ему уже столько раз посмотрели, мне кажется, Константина нашего. Константин, вот, минута славы теперь у тебя наступила. В общем-то. Ну, что, я думаю, что пора все-таки передавать нашего телезрителя в нежные руки Танечки, Андрея. Мы на вас надеемся, мы, если что, вам будем морально за вас бежать. Вы должны пообещать, что вы продолжите начатое дело, не покладая рук, так сказать, высоко неся это знамя. Так? Спасибо, ребят. Клянемся. Мы клянемся, клянемся, клянемся. Ну, а что теперь, по-моему, знамя в руки, да? Ну, что, друзья, ну, естественно, вы пока еще чайники, соплики. Салаги. Салаги, как говорят в армии, да. Естественно, как и в армии, все начинается с чего? С дедовщины. Я так не знаю, я чувствовал подвох. Что будет? Я ждал этого стояло, на самом деле. Вот, ну, понятно. Ну, что, друзья, как вы думаете, чем первый месяц занимаются телеведущие? Конечно же, готовят студию к эфиру. С чего, собственно, вы и должны начать сегодня? И убирают за собой. Я должен начать с приборки. Можно принять присягу даже, держать на плече. Да. И все, можно начинать? Да, мы можем начинать. Да, Татьяна, а у тебя задача, ну, навести здесь уют, скажем так. Располагайтесь. Как только мы уйдем за пределы, это ваше пространство. А мы вас, конечно, поддержим. Удачи вам, ребята. Спасибо. Спасибо, ребята, спасибо. Да, завтра утром мы посмотрим, как у них получилось. Да, все, будем. Посмотрим. Вместе с нашими зрителями будет студия. А теперь прощаемся мы с вами. Этим утром для вас работали Светлана Тукарева. Дмитрий Наумчик, увидимся очень скоро. Удачного дня. Пока. Пойдем. И все, и пошли прибирать с тобой. И намывать, и начищать. Все тут, все. К завтрашнему первому эфиру. Здесь уберем. Здесь. Айпад я приберу себе, потому что он мне, в принципе, необходим. Он пока никто не видит. Я буду делать вид, что я все-таки прибираю. Таня, хорошая музыка. Танцуй. Кость, снимай. Все, мы здесь все метем, метем. Все должно быть чистенько. Ты должна протирать. На иди срочно. Смотри, ты не танцуй, а протирай. Нас же выгонят с тобой. Даже до первого эфира не дойдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова